всем привет в этом видео я расскажу немного о ценах на недвижимость в нашем городе проживаю я в небольшом городке галфпорт штат миссисипи на побережье мексиканского залива миссисипи является одним из беднейших штатов страны соответственно и цены на недвижимость есть немного ниже чем в других штатах я знаю что очень многие люди переезжают к нам потому что продав свои дома где-то на севере страны они могут купить что-то здесь по более низкой цене в общем цена на недвижимость в нашем городе варьируется на дома среднего класса от 100 до 200 тысяч долларов все зависит от района в котором вы живете neighborhood от удаленности от залива от количества комнат само собой разумеется от площади дома от качества его постройки кирпичный он либо панельный многие знают что в америке очень много панельных домов которые при вдохновении урагана разлетаются карточные домики соответственно они дешевле итак мы живем в очень хорошем районе он является одним их старейших районов города но и является одним из самых спокойных районов сейчас машину пропустим сзади я знаю что пару раз в день здесь проезжает патруль также наш район расположен очень удобно потому что при выезде с него мы попадаем на одну из главных улиц города на которой расположена буквально в радиусе пяти минут абсолютно все магазины которые вам нужны это электроника best buy это волмарт в индексе кеймарт а магазин одежды киджи мэкс рос кинотеатр четыре разных пиццерии различное количество ресторанов огромное количество заправочных станций поэтому конечно же это придает своего рода ценность нашему району значит дома у нас на бархуде будут стоить от 130 до 170 тысяч долларов может быть 180 а в основном это будет зависит от площади дома в среднем одноэтажные дома и в площадь варьируется в районе ну скажем 160 180 квадратных метров но и конечно же в основном это три-четыре спальни и две-три ванных комнаты что интересно в америке каждый раз когда вы обсуждаете дома идет озвучка именно сколько спален и сколько ванных то есть living room зал он никогда нигде не пишется что само собой разумеется он есть каждом доме мы находимся в относительной удаленности от берега примерно 7 8 миль поэтому и страховка которую мы платим ежегодно за дом у нас ниже чем в тех домах которые расположены близко к воде там и цены то на дома намного выше почему потому что ближе к воде большая вероятность того что при возникновении урагана твой дом снесет как карточный домик что в принципе и случилось во время урагана катрины когда в районе берега практически ничего не осталось наша страховка здесь примерно 2000 долларов год также если вы живете по скажем так в близости от тех районов где проживают в основном афроамериканцы то цена вашего дома резко упадет почему-то в этой стране есть такое недоверие к людям кстати в нашем районе тоже есть одна улица на которой очень много живет афроамериканцев если честно я туда гулять никогда не хожу и цены на дома на этой улице гораздо ниже ли нежели вы спуститесь на 2-3 квартала вниз спидлимит здесь вот это одна из главных улиц нашего ноябр худа спидлимит здесь составляет 40 километров в час и видите здесь только дома 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 и много тупиковых улиц вот сейчас на одну из них мы зайдем так вот видите есть такой знак на перекрестке home for sale цены на аренду жилья будут в нашем районе примерно 900 долларов в месяц я знаю что у меня знакомая искала дом и они нашли один за именно эту цену но и не понравилось потому что горит нужен был небольшой ремонт а в общем вообще цены на аренду жилья такие чтобы арендовать апартмент если вы хотите хороший апартмент он вам обойдется примерно в 800 тысяч долларов это хороший комплекс апартментов если вы хотите что-то попроще то можно найти и за 600 если очень что-то простое то можно и за 500 обычная стандартная улица скажем так вот мне этот дом всегда нравился он так аккуратно выглядит такой желтенький с оранжевеньким вот видите основание у него кирпичная сейчас попробую приблизить основание его кирпичная да а весь второй этаж панельный и фронтовая часть передняя часть тоже панельная вот вот этот дом на продажу в нем четыре спальни и три ванных комнаты его размер примерно где-то сто шестьдесят квадратных метров то есть комнаты по идее небольшие но там был сделан хороший ремонт в течение последних где-то семи лет проживает всего одна женщина и этот дом стоит 160 тысяч долларов вот тоже этот дом не всегда очень нравился где всегда очень ухоженный газон эти две пальмы на дорожке перед домом и цвет у него такой классный бордовенький тоже он в основном кирпичные панелями отделаны просто передней части дома такими бордовыми панелями чтобы он мне кажется лучше выглядел кстати если вы обратили внимание вот на этой улице практически везде заборы а вообще в америке есть дома которых отсутствуют заборы то есть вы спокойно можете пройти на задний двор и очень часто если американцы находятся дома они могут открыть свои гаражи чтобы проходил свежий воздух как бы я знаю что в россии это исключено у нас наоборот чем выше забор перед домом тем лучше чтобы никто ничего не увидел все внутри и уж тем более гараж никто никогда не оставит открыто но только если мне кажется возможно совсем малюсенькие населенные пункты где каждый друг друга знает вот видите такие mail box и стоят то есть почтовые ящики открыть их может только почтальон либо проживающие в доме люди если вам надо оставить кому-нибудь листовку или рекламу вы просто можете засунуть в дверь дома либо как мы приткнуть ящику но ни в коем случае не открывать также газеты здесь раскидывают так как показывают в фильмах просто газетка свернутая в рулончик и засунутая в салфановый пакетик кидается вам на газон и так и вот еще вот этот дом продали его месяца два назад он небольшой 140 квадратных метров нем три спальни две ванных кстати вот забор него отсутствует подали его за 100 тысяч долларов но я знаю что платка низкая цена потому что нужно было сделать капитальный ремонт внутри то есть там меняют полы красят стены видимо полностью ремонтируется кухня но очень люди там работают уже около месяца каждый день кроме выходных и до сих пор никак не закончили но зато цена была низкая но мне кажется в ремонт туда было вложено еще как минимум тысяч 30-40 хотела вы принципе наверное все я рассказала основные моменты которые хотела осветить в общем вот такие цены у нас такие дома как и рассказала чем меньше город и чем хуже штат тем ниже стоимость домов тем ниже аренда апартментов так я знаю что в калифорнии аренда небольшого апартмента вам обойдется где-то в 1800 долларов